Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель. Продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Мозырская славя продолжает подготовку к чемпионату Беларуси по футболу. Мозыряне прибыли на учебно-тренировочный сбор в турецкий Белег с новичками команды. В состав клуба вошел Владислав Жук. 25-летний хаффбек уже выступал за красно-черных в сезонах 2016-17. Тогда воспитанник столбцовской «Дюш» сыграл 46 матчей и был признан лучшим игроком клуба. Со славией подписал контракт и 28-летний защитник Юрий Пантя. Воспитанник футбольной школы Буковина начал карьеру в молдавской команде «Нистру». С 2015 года на протяжении трех сезонов выступал в крымских командах «Бахчисарай» и «Крымтеплица». Напомню, славя стартует в чемпионате Беларуси 31 марта. Мозыряне сыграют в гостях с «Динамо-Минск». К старту нового сезона готовится и футбольный клуб «Локомотив». Ряды железнодорожников пополнили хаффбек Алексей Гудов и защитник Георгий Монастырский. 19-летний Алексей Гудов с 2016 года выступал за дублирующий состав «Городеи». Воспитанник Сахарных провел 45 матчей и отличился двумя голами. 21-летний Георгий Монастырский уже выступал с 2017 года за «Локомотив», однако по окончанию минувшего сезона покинул команду. Он провел 37 поединков и забил один гол. Напомню, для «Гоменского локомотива», выступающего в первой лиге национального первенства, официальный сезон начнется 9 марта. Железнодорожникам предстоит матч четвертьфинала Кубка страны против Витебска. Тренерский штаб юношеской сборной Беларуси определил расширенный состав команды на чемпионат мира. В списке штаба Евгения Ясаулова значится 44 игрока, среди которых есть и гомельчане. Защитники Павел Денисов и Егор Юзленко, а также нападающие Александр Антошков, Сергей Карпович, Олег Кочеловский. Чемпионат мира пройдет в Швеции с 18 по 28 апреля. Волейбольная энергия завершила регулярно чемпионат Беларуси в тройке лидеров. Подопечные Дмитрия Лихорада потерпели два поражения в заключительном туре от Солигорского шахтера со счетом 3-1 и 3-0. Однако это не помешало завершить выступление в тройке сильнейших команд дивизиона А. В активе гомельчан 83 очка. В первом раунде серии плей-офф волейболисты энергии встретятся с борисовским Батэ БГУФК. Первый поединок пройдет 10 марта на паркете столичного Виталюра. Начало в 17.00. Гомельчанка Ульяна Миненкова отправилась на международный учебно-тренировочный сбор на пути к золоту. Он проходит с 4 по 9 марта. В чешском Нимбурге собрались спортсмены из более чем 40 стран. Для национальной сборной нашей страны это мероприятие – один из этапов подготовки ко вторым европейским играм. Напомним, они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Завершился открытый республиканский турнир «Клинки по лесе». За звание лучшего боролись девушки и юноши 2004 года рождения и моложе. В соревнованиях участвовали свыше 250 спортсменов со всей Беларуси. Нашу область представляли 30 человек. Всего в копилке гомельчан 5 медалей. Тяжело было. Вообще фехтование сложный вид спорта. И главное сосредоточиться. И вот эти вот все эмоции сложно рассказать. Это надо прочувствовать самим, отстать на дорожку, попехтовать. Потому что так их не передашь. Гомельские ребята, скажем так, неплохо выступили. Сабля мальчики, старший возраст, который 2004-2005, у нас заняли второе и третье место. По младше дети, которые недавно начали заниматься. Ну, тоже не последние, в серединке, скажем так. По итогу этих соревнований будет сформирована сборная на турнир «Олимпийские надежды», который пройдет 27 марта. Ближайший старт для гомельчан – юниорский чемпионат в Бресте. Он стартует 9 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова